Сегодня в программе «Простые вопросы» композитор Виктор Дрогаш. Я оказался перед жизнью от лицом к лицу, с пустым кошельком. Я считаю, что писать песни специально нельзя. Новые песни пишут те, у кого старые и плохие. Хороших песен много быть всё равно не может. Виктор Яковлевич, большое спасибо за то, что нашли время на интервью в преддверии вашего концерта в Минске. Пригласили к себе в студию. Вот только что я слышал рабочий материал новой песни Валерии. Да, да, да. Ну, во-первых, здравствуйте и вам. Спасибо, что приехали. Потому что для меня очень приятно выступить на белорусском телевидении. Мы только что обсудили, что мы считаем себя, вернее, считаем вас белорусом. И вы, в общем, это тоже отчасти готовы подтвердить. Причём с гордостью. Я считаю, что это очень, исторически, это очень сильная часть, вот, скажем, Советского Союза для меня. Мы всё-таки живём, вот, мы живём всё равно детством. Мне кажется, вообще человек живёт больше детством. Самые сильные воспоминания, они из детства. И это на всю жизнь. Потом уже начинается период жизни, когда жизнь уже как шторм, он несёт всё. Такая первая песня, наверное, самая яркая воспоминания по сравнению даже с самым громким хитом. Я считаю, первая хитовая песня. А что у вас была первая песня? Я не знаю, там можно было, откуда точка отсчёта пойдёт. Там была и Кристина Арбакайте с многими песнями, и Руссо с Арбакайте, и Дадди Дамы, я не отдам тебя никому. Но вот для меня большой настоящий хит, который был, это часики, наверное, с Валерией, хоть она и такая достаточно простая внешняя песня, но вот она была для меня песня, которая сделала меня из композитора Дробыша, сделала меня таким вот музыкальным деятелем. И я считаю, что писать песни специально нельзя. И когда тебя вот вдруг пробьёт на это, никто не знает. Все искусственные песни, ну, у них есть один определённый конец, то есть нет ничего. Ну, нельзя же имитировать вдохновение. Нельзя, да. Поэтому, если у меня его до 30 лет не было, ну, и не было. А потом появилось, появилось, спасибо тебе, Господи. Виктор Яковлевич, я имею возможность записывать интервью с многими вашими коллегами. И вот я как-то разговаривал с Юрием Антоновым о вдохновении. Он сказал, я могу сесть, работать и написать любую достойную мелодию. И мне не надо вдохновения. О чём мы с вами говорим? Ну, я считаю, что Юрий Антонов гений. Он не хороший композитор, а гений. Но за последние лет 30 я что-то не видел, чтобы вдохновение его посетило. Я не говорю сейчас ничего критического. Знаете, как говорят, новые песни пишут те, у кого старые и плохие. Да. Вот я считаю, что это как раз тот случай, когда Юрия Антонову это не коснётся. Но, думаю, лукавит. Думаю, что... То есть вам надо вдохновение? Мне надо, ему надо, надо всем. Что, а у вас это происходит случайно? У меня происходит это. Я могу поставить себе задачу и ходить, и гонять в голове, как идею. Вот мне хочется, хочется, хочется. И прямо, знаете, как стою и жду, когда рыбка всё-таки подкинет что-то. И вдруг раз, и бывает всё. Вот я, например, какая-то песня, бывает, родится кусочек... Причём, может, это быть кусочек вступления. Не обязательно даже песня. Иногда фраза в голове крутится. Но есть же такая фраза, что, в общем-то, вся музыка уже написана. Написана, но её ещё миллион лет будут писать, писать, и всё будет хорошо. А была такая ситуация, например, я сидел-сидел, у меня была ситуация, я просто повернулся и сразу сыграл «Одиночество». Песня «Одиночество», сволочь. Просто вот ничего я не делал. Я написал и музыку, и слова, и совсем не тратил на это никаких сил. Просто раз, она мне пришла в голову. Виктор Яковлевич, вы в год пишете колоссальное количество песен. Нет, я самый непродуктивный композитор. Ну, потому как они звучат, происходит впечатление, что это когда фабрика по производству. И, в общем-то, не секрет, что многие ваши коллеги подразумевают, что это «Дробышний один» пишет. А, это глупости. Я... Знаете, это отмазки. Это, знаете, из той серии, как... Главное, не победа, а участие. Утешали себя немцы 9 мая 45-го года. Скажите, ну, а если мы говорим о творческой зависти? Я считаю, что я в свое время, когда жил за границей, как уже говорил, пробовал себя во всяких разных, на всяких разных работах. Я был и вице-президентом радиостанции, и ее же был программным директором. Это был тот случай, когда я столкнулся лицом к лицу с другой стороны стола с музыкой. И я понял, ой, а как же я эту песню возьму? Ой, а почему тут такое затянутое вступление? А как же они не догадались сделать это чуть веселее? Потому что люди, которые слушают по радио, другое восприятие. Вы знаете, оказаться с другой стороны стола, не со стола исполнителя. С стола редактора, да. Да, и ты понимаешь, ой, и я себя постоянно пытаюсь контролировать. Вот меня часто этот вопрос задают. Я, например, написав песню и записав ее уже здесь, и я пытаюсь сесть со стороны программного директора и подумать, а зачем вот так, а почему она нам нужна, а зачем нам эту песню играть? И я иногда говорю, все, это нет. И зачастую песню почти готовую я могу просто забарковать сам. Посмотрите, есть что скрывать. Вот такая среди артистов легенда о том, что можно прийти к Виктору Дробышу, заказать песню. А эта песня гарантирует, соответственно, какую-то ротацию. Ты попадаешь благодаря его имени в какую-то обойму или телепрограмму, и все это имеет какую-то определенную цену. То есть можно заключить договор с дьяволом, который знает основные пять нот. Как много в этом правды? Можно ли вести такие переговоры с Виктором Дробышем? Я бы, наверное, и с удовольствием был таким парнем. И, конечно, многие так думают. Но я считаю, что рождение хита, вот хита, не хорошая песня, а хита, это чудо, которое может сложиться, причем это даже не зависит от качества песни. Это должно совпасть песня, исполнитель, который ее исполняет, настроение, с которым он ее, в принципе, записал. Даже время года может повлиять на это. Поэтому вот пока не произошел финальный вот этот выхлоп людям, и вдруг она людям легла на ухо, нельзя сказать, когда говорят, напиши-ка хит. Ну, смешно звучит, какой хит можно? Хит можно создать совместными усилиями. Поэтому это не гарантия прийти к Дробышу, взять песню, и значит, что ее вдруг... Но постараться заполучить песню... Другое дело, я пытаюсь подходить к этому точечно. Вот я очень хотел написать там песню. У меня была песня, я там не мог понять, кто ее споет. Потом я понял, это там Лепс, и искал, с кем он будет ее петь. Вот я тебе не верю, и я понял, что это должен быть кто-то такой. Я даже с Пьехой пробовал ее записать, со Стасом. И получилось здорово, очень красиво звучало. Просто потом они сели рядом, уже под утро, часов в пять утра, Лепс закурил, сказал, ну, что-то мы как геи, что-то друг другу я тебе не верю. Я говорю, да нет, вы будете стоять на двух разных концах сцены, Стас будет петь этой девушке, а ты этой. Я его убеждал, убеждал, он опять закурил, сказал, нет, мои ребята не поймут, скажут. Нет. И я стал искать судорожно второго персонажа, это была Аллегрова, получился хит. Тут Пьеха мой, а Пьеха все-таки мне, самый, наверное, близкий человек из всех артистов, и он как бы расстроился, говорит, дядьку, ну, как-то ты меня прокатил, и я говорю, не волнуйся тогда, я сделаю, она не твоя. Да, потом делали песню Лепсу, и я почему, говорят, все точечно, я думаю, вот надо сделать песню, смешно мне кажется Лепсу петь о большой, красивой, чистой любви. Как-то это не совсем его, мне кажется. И я поэтому говорю, надо сделать песню, я тебя не люблю. Это от него звучит органично, потому что это для него. Есть другая история. Я, например, очень хорошо чувствую Валерию. Я считаю, что это самый-самый мой человек вообще. Вы знаете, такая история, я очень полюбил ее песни, которые писал в свое время Шульгин. И мне казалось, что ничего больше не произойдет с Валерией без тех очень особенных песен. Интересно ваше ощущение как композитора, вот к тому, что с ней происходило раньше. Есть какая-то ревность, ну, скажем, творческое соперничество? Я помню, когда мы договорились с ней работать, Игорь Яковлевич подошел к Рутове и сказал, ты знаешь, это очень ответственно, все, что она делала до тебя, это было очень круто. Поэтому если вот сейчас вы сделаете круто, то этого будет недостаточно. Нужно прямо вот что-то делать такое, чтобы разрывать предыдущие эти связи, которые ее связаны с музыкальным прошлым Шульгина. Действительно, это было очень здорово. Но я считаю, что и была любовь, с которой мы начали, и часики, и... Да я не знаю, наверное, десяток песен и нежности все. Я считаю, что мы... Ну, не хочу это, может, не скромно, но я считаю, что это было, ну, не хуже, чем все, что у нее было до этого. Поэтому, собственно, и был результат. Бывает так, что вы чувствуете, вот, ну, как вот это сделано? Черт возьми, как же они это делают сейчас? Вы знаете, вот нас, наверное, могут смотреть теоретически все продюсеры и композиторы, да? В теории могут это увидеть. Поэтому я вот ни грамма не стесняюсь и абсолютно честно могу сказать, что я, когда слышу красивую песню Меладзе или Макса Фадеева, или там еще, я всегда набираю и говорю, господи, поздравляю вас, такая песня классная, я так рад. Я считаю, что хороших песен много быть все равно не может. И любая удача, будь то это удача Меладзе, моя или кого-то другого, это здорово. Это надо поддерживать, это надо хвалить. Потому что люди творческие, они как сверьки в цирке. Они все-таки Сахаровок любят. Вот понимаете? Поэтому я от души всегда не поленюсь, позвоню и скажу. Была ситуация, я звонил Меладзе, когда он спел песню «Небеса». Я говорю, просто превосходно. Я говорю, поздравляю тебя, краса. Я так сказала. А потом он вдруг мне звонит и говорит, ты знаешь, вот если бы ты ни одной песни не написал, кроме она не твоя, ты все равно бы мог занимать такое вот достаточно для меня. Это типа самая вышка. Мне очень приятно, когда люди, которые находятся на гребне волны, когда они могут взять и позвонить и сказать поздравляю. Я прям в восторге, я рад. Вот это вот для меня, я считаю. Ну и позвольте, я все-таки попытаюсь добиться от вас ответа, который я не получил в начале. Как же этот фокус с Дробышем произошел? Почему же вы всех растолкали и стали в кратчайшие сроки одним из самых знаменитых, упоминаемых, звучащих композиторов всего русскоязычного пространства? Вы знаете, я честно скажу, я, мне кажется, это заслужил. И заслужил звание продюсер, потому что продюсер – это не просто человек, который может, сидя на диване, приглашать девчонок, которые будут здесь на столе танцевать, и он будет говорить, ты звезда, не звезда. Это очень неправильный подход, когда люди… Хотя многие любят называть себя продюсерами, не понимая того, что они не имеют к продюсеру никакого отношения, что это просто менеджмент. А продюсер… Вы опять говорите, заслужил и не отвечаете. Что же… Смотрите, а продюсер – это человек, который своего рода, как вот знаете, можно закончить консерваторию как пианист, скрипач, а потом все-таки пойти еще доучиться и стать дирижером оркестра. Ты должен музыку не просто овладеть инструментом, а ты еще должен овладеть в целом, как это все может быть вместе, овладеть вот этими 70 людьми, знать, как фаготы, как этот, это как скрипки, первые, вторые, то есть стать действительно… Вот я считаю, так же продюсер. Ты можешь поиграть в группе, быть певцом, ты можешь быть композитором, ты должен знать вот эту штуку, ты должен знать все. И когда ты действительно знаешь все, что связано с созданием музыки, я подвожу к ответу. Тогда ты действительно можешь сказать, да, я вот продюсер, и я могу взять на себя ответственность, помогать людям, то есть артистам, делать их знаменитыми. То есть ты не берешься за то, чего не умеешь. Поэтому я могу сказать, что всю жизнь, с пяти лет занимаясь музыкой, я дошел до такого уровня. И вот большой багаж, который я заработал, и, наверное, к счастью, не выплеснул и не выпрыгнул раньше времени, пока не мог, как минимум сам для себя считал, что я еще не соответствую тому уровню, чтобы выскакивать наружу. Да, у меня был десяток другой песен, которые, на мой взгляд, уже были фактически вот в голове, вот теми, которые могут создать мой багаж. Вот этот задел, что я серьезный человек, и меня будут петь звезды. Ну вот потом, наверное, какая-то удача, и плюс вот то, что я подошел к этому подготовленный. Вот я уверен, что если бы я попробовал за пять лет до этого сделать то же самое, у меня бы ничего не получилось, я бы растворился. А удача была, наверное, еще такая, что я перед тем, как вот сделать этот прыжок из Европы назад в Россию, я всегда был русским, я никогда не пытался возвращаться, там, уезжать. То есть я всегда просто была такая работа там, там. Но вот как окунуться в российский шоу-бизнес, я к этому очень серьезно подходил. Я боялся фальстарта. Поэтому я дождался того момента, пока меня позвала Пугачева, собрала все мои песни, послушала. Ей все понравились. И вот тогда я приехал в Россию. Все-таки Алла Борисовна. Алла Борисовна, да. Вот она ничего для меня такого не сделала потом по жизни, кроме того, что она дала вот этот вот старт, причем сама, наверное, того не подозревая. Ну, типа, давай я у тебя возьму песни. Я говорю, а какие? Она говорит, а все. И взяла. И ни одно не спела. И не надо было. И слава богу. Ну, взяла. Да. Ну, она их взяла. А дальше сделал я все сам. Виктор Яковлевич, должен вам признаться, что мне так много еще хочется у вас расспросить. Рамки этой программы небольшие, но вы совсем скоро будете в Минске. Может быть, не откажете в удовольствие еще пообщаться. Перед концертом, после концерта. Я ваш. В общем, зрители с удовольствием придут на ваш концерт. И я желаю вам удачи. И поверьте, что все будут рады видеть вас и слушать ваши песни. А мы готовимся. Большое спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok